В этом году мы рады приветствовать вас на очередном этапе программы «Врач будущего», в рамках которого мы будем проводить несколько тумор-бордов, и молодые ученые будут представлять результаты клинических наблюдений из своей практики, для того чтобы мы могли ознакомиться с ними, выбрать наиболее интересные клинкейсы и по результатам, во-первых, голосований в интернете, и во-вторых, по результатам тех тумор-бордов, которые будут проведены, мы выберем наиболее отличившихся, и я думаю, что мы сможем далее их так или иначе примировать, для того чтобы поощрять эту деятельность дальше. Я напомню, что эта программа «Врач будущего» была инициирована нами в прошлом году, и в 2023 году было 70 клинических случаев прислано, порядка 48 заявителей, было приведено по итогам 4 тумор-борда по локализациям, это рак почки, рак мочевого пузыря, рак предстоятельной железы и редкие опухоли, и в этом году мы также решили составить нашу программу, разделить на 4 тумор-борда, плюс 1 тумор-борд, точнее 1 первая конференция, была посвящена как раз-таки тому, как правильно предоставлять информацию по клиническим наблюдениям для того, чтобы сегодняшние выступающие получили такие рекомендации, как это сделать эффективно. И, соответственно, сегодня мы хотели бы начать с информации по раку почки. Надо сказать, что в этом году на нашу секцию прислали наибольшее количество, из более чем 70 доставленных клинических кейсов, 24 было как раз-таки по раку почки. И, конечно, трудный был отбор, и по результатам которого мы отобрали 6 клинических кейсов, которые сегодня мы с вами вместе разберем, обсудим тактику и решим, кто же, ну, впоследствии определим победителя в этой локализации. Сегодня со мной будут 6 врачей, которые представят клинические случаи, и Евгений Валерьевич Поть, который не нуждается в представлении, но я хочу сказать, что это профессор Сеченского университета, заместитель директора по науке урологического центра. И, Евгений Валерьевич, мы рады вас приветствовать. Спасибо, что вы принимаете активное участие в работе российского общества урологов и в том числе вот в этих интересных секциях, посвященных опыту молодых ученых. Спасибо огромное. С большим удовольствием сегодня нахожусь с вами. С большим удовольствием мы провели предыдущие тимур-ворды, получили много интересной информации и для себя, и для наших коллег, и отобрали, мне кажется, в прошлый раз очень интересные наблюдения, которые потом в дальнейшем представлялись на конференции. В этот раз я тоже обратил внимание, что очень интересные хирургически представленные наблюдения. Прислано 24, как сказал Алексей Сергеевич, это по опухоли почки только. И опухоли почки, наверное, лидирует в этом плане в сравнении с другими онкологическими нозологиями. Но я думаю, что это не столь принципиально, наоборот, принципиально то, что нам было сложно выбрать лучшее. Все присланные кейсы были максимально интересны, и, конечно, это большая была борьба с собой выбрать наиболее интересный, наиболее качественный, который можно было представить сегодня для публики. Поэтому не обижайтесь тех, кто не попал сегодня. Я думаю, что всегда есть шанс в следующий раз поучаствовать в тимур-ворде. И хочу начать наш сегодняшний тимур-ворд с первого кейса, посвященному линчению лимфореи у пациента, перенесшую нефротомию. Представит нам этот кейс Арнаутов Александр Валерьевич. Слушаем вас внимательно. Итак, меня зовут Арнаут Александр Валерьевич. Я представляю отделение эндрологии и онкологии 1-го Санкт-Петербургского государственного университета имени Павлова. И хочу представить вам клинический случай лечения лимфореи после нефректомии с параортальной лимфодисекцией. На сегодняшний день достоверной информации о чистоте лимфореи не так уж много. И существует, наверное, одно рандомизированное контролируемое исследование третьей фазы, ее RTC, согласно которому чистота лимфореи составляет не более 4%. Существует также множество ретроспективных исследований, конечно же, более худшего качества. Тем не менее, эти исследования продемонстрировали сопоставимые данные. При этом, при всем, частота рефрактерного хиллезного асцита составила не более 1%. Итак, клинический случай. Пациент 65 лет. При плановом обследовании в 2019 году было выявлено образование левой почки. По данным компьютерной томографии, размеры ее составили 33 на 32 мм. В октябре 2019 года пациенту была выполнена лапароскопическая резекция левой почки. По данным гистологического исследования, это был светлоклеточный почечноклеточный рак Т1ААСУ2Р0. Пациент длительное время не наблюдался, пропал с поля зрения и объявился лишь в 2023 году, когда при обследовании, при КТ органов брюшной полости был выявлен рецидив в области оперативного вмешательства размерами 51 на 37 мм. При этом, при всем, также были выявлены увеличенные лимфатические узлы в области ворот левой почки размером 22 на 19 мм. По этому пациенту в мае 2023 года была выполнена лапароскопическая нефродреналоктомия слева с пара артарий лимфодисекцией. Гистологическое заключение представляло собой светлоклеточную почечноклеточную карциному с прорастанием капсулы и инвазией пара нефральную клетчатку Т3А. И что интересно, из 14 лимфатических узлов ни один не был поражен опухолевой тканью, то есть ПМ0. После операционного периода на протяжении месяца пациент отмечал увеличение живота в размерах, ну и появление таких умеренных тянущих болей внизу живота. В связи с чем пациенту был выполнен УЗИ брюшной полости в июне 2023 года, по данным которым было выявлено значительное количество свободной жидкости брюшной полости. По поводу выявленной жидкости, пациенту в июне выполнено дренирование брюшной полости под УЗИ контролем и динамика отделяемого по дренажу представлена на слайде. На седьмые сутки мы отметили значимое снижение количества отделяемого по дренажу, при этом по данным УЗИ брюшной полости свободная жидкость не скапливалась, поэтому дренаж был удален через 7 дней. Однако на протяжении двух месяцев после пациент отметил нарастание объема живота, отдышку при легкой физической нагрузке, в связи с чем повторно обратился к нам. В конце августа была выполнена повторная пункция дренирования брюшной полости под УЗИ контролем. На сегодняшний день данных насчет лечения лимфогенных осложнений не так много, но в представленном на слайде австралийском исследовании авторы, основываясь на литобзоре, сформулировали алгоритм лечения лимфогенных осложнений. Хороший алгоритм, он представлен в правой части слайда, очень информативный, краткий. Согласно этому алгоритму, первой линией терапии является безжировая диета, плюс-минус аналоги соматостатина, тот же самый актриотит, и плюс-минус парентеральное питание. Если эта терапия консервативная оказалась неэффективна, прибегают уже к лимфоцинтографии, лимфоангиографии. Далее выполняют эндоваскулярную эмболизацию протекающего лимфатического ствола. Если и это неэффективно, то прибегают к перитонео-венозному шунту. Ну и последним, наиболее инвазивным методом является хирургическая ревизия. В нашем случае мы, конечно же, начали с консервативной терапии, была назначена безжировая диета с высоким содержанием белка, и также антисекреторные препараты, а именно подкожные инъекции актриотида, трехкратным по 100 микрограмм в сутки. Тем не менее, несмотря на проводимую терапию, на протяжении недели в сутки определялось 5-7 литров хилиозного отделяемого по дренажу, в связи с чем пациенту была выполнена транснодальная лимфография и эндоваскулярная эмболизация лимфатического узла в сентябре 2023 года. К сожалению, при наблюдении в послеоперационном периоде, через неделю также по дренажу сохранялся значительный объем выделения хилиозной жидкости до 2 литров в сутки. Нарастала белковая недостаточность, которая проявлялась снижением общего белка и альбумин, и следствием этого появлялись отеки нижних конечностей. Поэтому было принято решение перейти к инвазивному лечению, лапароскопической ревизии брюшной полости и остановке лимфории. На данном видео представлена краткая версия операции. На данный момент была пара артальная лимфодисекция. И наступает первый этап – биполярная электрокоагуляция зон лимфории. Второй этап остановки лимфории – это нанесение лимфостатического средства, раствора полиакриловой кислоты. С экспозиции 5 минут. Третий этап – это тампонирование гемостатическими губками выделенной зоны, выделенной пара артальной зоны и обработка гемостатических губок раствором полиакриловой кислоты. На слайде представлена динамика количества отделяемого по дренажу после операции. Как мы видим, динамика в принципе хорошая, динамика положительная. На протяжении 7 суток после операции мы отметили значительное снижение лимфории, значительное снижение отделяемого по дренажу. При этом контроли УЗИ брюшной полости и малого таза на 4-6 сутки показали, что жидкость брюшной полости не копится. В связи с этим на 7-е сутки дренажная трубка была перервата. На 10-е сутки был проведен УЗИ-контроль, объем свободной жидкости брюшной полости не нарастала, 120 мл в малом тазу, в связи с чем дренаж был удален. На 20-е сутки пациент явился для контрольного осмотра, объем живота не нарастал при контрольном УЗИ, свободной жидкости брюшной полости и малом тазу выявлено также не было. Такая же картина нас ожидала, когда он пришел через 2 месяца после операции, недавно совсем, а у него все в принципе благополучно на данный момент. В заключение хотелось бы сказать, что рефрактерный хиллезный асцит или лимфория является опасным осложнением в забрюшенной лимфодисекции ввиду потенциального системного влияния на пациента и требует мультидисциплинарного подхода. Лечение таких пациентов должно проводиться в высокотехнологичных центрах синтезификации терапии от наименее инвазивных методик к более инвазивным при их неэффективности. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Александр Владимирович. Интересное наблюдение, конечно, в нашей практике нечастое, но достаточно неприятное осложнение, которое может возникнуть после ряда онкологических сгулеваний. При этом нефрактомия не на первом месте находится. Чаще всего это возникает после операции на малом тазу. Но в любом случае, конечно, те варианты решения проблем, которые были предложены в вашем кейсе, они, конечно, очень интересны и полезны для практики. Потому что появляются такие пациенты, у которых лимфория достигает больших объемов, и, к сожалению, справиться с обычными способами мы не можем. И до сих пор не существует однозначной концепции в плане консервативного ведения таких пациентов. Кто-то говорит, что нужно больше принимать жирную пищу, кто-то говорит, наоборот, соблюдать диету. Вы предложили очень интересные варианты. У меня возник только один вопрос, когда я читал ваш кейс. Он был связан с лимфоангиографией. Не создалось ли у вас впечатление, что всё-таки ту зону, которую удалось контрастировать, она была далека от той зоны, где была лимфория? То есть это больше похоже на паховую зону, чем на зону подвздошных сосудов. Как вы думаете? Да, Евгений Валерьевич, действительно, это так. На снимках, которые приложены, на снимках, которые крутились здесь на видео, действительно, как будто бы далеко от зоны резекции, от зоны нефректомии. Но здесь цель этого исследования-лечения, скажем так, было больше, наверное, в том, чтобы вот этот вот препарат попал через лимфатические сосуды в зону утечки. Ну, грубо говоря. Да, и поэтому доктора нам часто говорят, наши эндокскулярные, что действительно мы не видим, что мы не видим утечку, грубо говоря. Но препарат дойдет. Чуть-чуть надо подождать просто. Ну и, наверное, в какой-то степени уменьшить ток лимфы по левой стороне, да, по паховым протокам, чтобы также уменьшить лимфория. Ну, в любом случае, очень интересно. Алексей Сергеевич, Вы, как человек очень опытный, имеющий большой опыт в хирургии, можете прокомментировать, два слова сказать по поводу этого кейса? Да, во-первых, спасибо за представленный кейс. Я вот сейчас в процессе Вашего доклада вспоминал, сколько у меня таких больных. Я вспомнил только одного пациента с хиллезным асцитом, но если в Вашем случае он вернулся, получается, в ближайшие два месяца, ко мне мой пациент, и я тогда еще был ординатором, это где-то было 2005-2006 год после нефректомии, он вернулся спустя три месяца, и во время первого обследования пришел совершенно изнеможденный человек, ЭКОК-3, с огромным животом, асцит. Мы, конечно, подумали сначала, что, вероятно, у него прогрессия, потому что там был распространенный, местный распространенный процесс, но оказалось в итоге после пункции этой жидкости и живота, что это хиллезный асцит, и я тогда впервые познакомился с таким осложнением, но нам удалось обойтись просто дренированием длительным. Это был 2005 год, и таких прекрасных клеев не было, и подходов, поэтому, в принципе, сработало просто длительное дренирование. Причем у него это все буквально за две недели разрешилось, но я помню, это меня произвело впечатление, потому что действительно человек пришел абсолютно, он потерял несколько килограмм веса, и вот тот вес, который у него был, это все было жидкость. Поэтому случай интересный, редкий, конечно, об этом надо говорить. В отношении эндоваскулярных хирургов я тоже хотел спросить, а с чего они решили, что именно оттуда, снизу подает? Если взять за расчет, что все-таки больше и чаще, наверное, в за большином пространстве этих лимфоузлов находятся, я думаю, что они могли не проконтрастировать. Ожидать, что там дойдет что-то, я бы не стал, простите, пожалуйста, не дойдет, скорее всего. Мне кажется, что нужно было либо действительно применить дренирование, как вы, а дальше пойти на этап хирургии. Интересный подход, особенно когда появились современные материалы, и я хочу сказать, что у меня-то вопросов нету, я приблизительно так и планировал бы делать, если бы выявил такого же пациента. Но есть у нас вопросы в чате. Уважаемые коллеги и те, кто нас смотрит, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы в чате, мы все будем озвучивать. Вопрос задала Мария Владимировна Беркут из вашего же города Санкт-Петербурга. Соответственно, она поблагодарила вас за клинические случаи, и у нее два вопроса. Как коррегировалась белковая недостаточность? Это вот тоже я про своего пациента, когда рассказывал, обратил внимание, что действительно там такие потери белка, что это серьезная проблема. Как вы корректировали белковую недостаточность вашему пациенту? Мария Владимировна, спасибо за вопрос. Интересный вопрос. Как мы коррегировали? Первое, первое, было всего два компонента. Первое – это высокобелковая диета. Мы прям заставляли его пить белковые, почти что протеины, как спортсмены пьют. Вот, это первое. Второе – когда мы выявили уже при дальнейшей госпитализации такой альбумин, но недостаточность, да, общий белок снизился, мы начали ему капать альбумин. Вот на фоне этой терапии, на фоне диеты, он потихонечку начал, ну, грубо говоря, поднимать свой белок, потихоньку. Это очень такой медлительный процесс оказался у него, но тем не менее. Второй вопрос. Какие ваши будут рекомендации, если в центре нет такой акриловой кислоты, которую вы использовали? На самом деле, вклад акриловой кислоты не совсем ясен, да, может быть, здесь больше сыграла роль биполярная коагуляция, потому что мы увидели непосредственно очаги, из которых подтекает лимфа. Да, может быть, так, может быть, это гемостатические губки, поэтому это и трехэтапное лечение. Поэтому, если нет акриловой кислоты, я думаю, оптимально будет в случае, если требуется ревизия, то выполнять биполярную коагуляцию. Если видны какие-то стволы лимфатические, то это клипирование стволов. Это пишут во всех, наверное, литературных источниках, как профилактика лимфории, клипирование стволов лимфатических, если их видно. Ну и третье – это гемостатические губки. Наверное, на этом пока что исчерпываются ресурсы. А я хотел от себя задать вопрос, почему вы решили использовать эту акриловую кислоту? У вас был опыт при других видах лимфории или это первый раз? Нет. Наверное, стоит добавить, что это коммерчески доступный на нашем рынке российском препарат, недавно появившийся, который, наверное, не стоит называть пока что. На конференции мы познакомились с докторами, которые предоставили нам этот препарат. Он, в принципе, прошел уже апробацию, и его можно применять спокойно. И вот нам интересно было попробовать его в комплексном лечении таком, потому что пациент… А теперь понять, Александр, что сработало? Губки, биполярная регуляция или литературный препарат? Комбинация. Неизвестно. В следующий раз лучше все-таки делите на группы, проявите себя как ученые. Ну, если честно, такие препараты тоже нам клинику поставляли. Я пока представление не могу составить. Если говорить про простатую, про феррактику лимфории, гораздо больше и лучше работает скрытие брюшной полости, сильно уменьшая частоту лимфории. Но это если говорить про простатую железы. А про почку, наверное, я вот тоже, вспоминая того самого пациента, стал относиться более скрупулезно к обработке лимфатических сосудов. И, если честно, в большинстве случаев как раз-таки подтекает лифа не где-то снизу в области подошной, а как раз-таки в области сосудистой ножки. Там бывают крупные протоки у некоторых пациентов идут. И во время операции, на самом деле, если вы обратите внимание, иногда можно заметить прям выделение лимфы, если вы делаете во время лимфодисекции. Я с этим борюсь обычно либо тоже биполярные коагуляции, если вижу, что она не срабатывает, тогда я прошиваю. Просто зная о таком осложнении, как лимфорей у этих пациентов и хелезный асцит, конечно, просто более скрупулезно надо к этому подходить. Если вы видите, то лучше сразу же обработать. Спасибо большое за ваш случай. Тогда давайте перейдем к следующему случаю. Дыка Дарья Дмитриевна. Хирургическое лечение пациента с синхронным с двусторонним раком почек. Дарья Дмитриевна, пожалуйста. Значит, рак почки занимает третье место в структуре онкологических заболеваний. В 4-10% случаев определяется опухолево-венозный тромбоз. По данной мировой литературе описаны единичные случаи органосохранного хирургического лечения пациентам с диагнозом рак почки, осложнённого опухолево-венозным тромбозом. Поэтому рада представить клинические случаи, так как я являюсь аспирантом отделения онкологии имени Николая Николаевича Блохина. И, значит, поедем дальше. По данным анализа мировой литературы описаны единичные случаи органосохранного хирургического лечения под группой именно со стадии Т3, которая у нас здесь представлена. Пациент 65 лет, считает себя больным с августа 2022 года, когда, по данным УЗИ, было выявлено новообразование левой почки, с чем он был направлен в нецинкологию Блохина. По данным лабораторных инструментальных исследований сформирован клинический диагноз рак левой почки Т3А и 0,0, опухолевый тромбоз левой почечной вены и периленального сегмента нижней полой вены, рак правой почки Т1А и 0,0, конкремент биолатурального сегмента правого мочеточника, мочекаменная болезнь, хроническая болезнь почек и умеренное снижение эстаи в третьей стадии. По данным КТ, которое выполнено было в нецинкологии Блохина, визуализируется два опухолевых образования. Образование в верхней, средней и третьей левой почке, унренал 9, распространяющий насильность почки и подавливающий чахщич-шелоханочную систему. Также визуализироваться здесь на КТ-снимочках не видно, дальше будет видно раздвоение левой почечной вены из ворот почки, выходит два ствола, передний и задний, и они сливаются и впадают в нижнюю полую вену. Как раз-таки здесь был заподозрен тромбоз в нижней полой вене. Дальше по правой почке у нас визуализируется образование в среднем сегменте левой почки по передней поверхности, размерами до 2 см. Также визуализирован комплемент в пиоуратуральном сегменте до 1,2 см, пролавирующего просвет. Также пронхима уменьшена и снижена до 1 см. В связи с тем, чтобы понять, насколько распространяется опухолевый тромбоз, была выполнена 3D-реконструкция по данным КТ. Здесь визуализируется образование левой почки, которую мы видим. Также видим ствол левой почечной вены, задний и передний. С целью сохранения почечной функции и избавления пациента от необходимости в гемодиализе, было принято решение о попытке выполнения органосохранного лечения, то есть выполнения резекции левой почки и правой почки. Так как снимочков, к сожалению, у нас с операцией не осталось, я представила такую схему и сейчас все подробно объясню. Значит, при ревизии в пиоуратуральном сегменте правого мочеточника, при патурном, был визуализирован комплемент, выполнена его литаэкстракция, и в связи с чем мы визуализировали, что активно выделялась моча, так как по КТ данным была, ну как бы толщина почечной бронхимы была не менее 1 см, принято решение о выполнении резекции образования правой почки, что и было выполнено без особенностей. Также была выполнена мебилизация левой почечной ножки, визуализирован тромбоз в левой почечной вене, который пролоббировал в нижнюю полу, в перенальный сегмент нижней полой вены. Поэтому была выделена нижняя полая вена в подпеченочном сегменте, установлены турникеты на правой почечной вене, в инфроренальном и подпеченочном сегменте нижней полой вены, были зажаты данные сосудистые турникеты, была выполнена каватомия в перенальном сегменте, визуализированный опухолевый тромб, он подрастал к левой почечной вене, что способствовало тому, что каватомия была выполнена не полностью, а полностью только именно в нижней полой вене, в связи с чем он был ушит дефект и сосудистые турникеты были сняты. Был наложен сосудистый турникет на левую почечную вену и левую почечную артерию. Было выполнено очень тяжело в связи с подрастанием чаще лоханочную систему, выполнено удаление образования левой почки, визуализировано тромбоз сегментарной артерии, также подрастание в интиму, был выполнен разлез левой почечной вены, удален сам тромб и тромботические массы, тщательный гемостаз выполнен и данные дефекты были ушиты. Левая почечная вена и левая почечная артерия, зажимы сняты на 45 минуте, выполнен тщательный гемостаз, кровопотерие составило 3 литра. Далее у пациента после операционный период проходил без осложнений и самое главное, что следует отметить, что необходимость проведения гемотиализа отсутствовала. Максимальный подъем креатинина был на первые сутки и в течение госпитализации пациент составлял 336 микромольными на литр. Пациент в удовлетворительном состоянии был выписан на десятые сутки после хирургического вмешательства. По данным гистологического исключения, что представляет собой очень большой интерес, опухолида, в результате левой почки представлены папиллярным почечным клеточным раком G4 с отчегами равдовинного строения, а опухоли правой почки представлены светлоклеточным почечным клеточным раком G2 типичного гистологического строения. На данных снимках было выполнено иммуногистохимическое исследование, где на первом снимке видно, что отмечалась диффузная цитоплазматическая экспрессия АМСР-СР. Реакции СИИХ не было, поэтому это не представлено. В клетках опухоли правой почки отмечалась диффузная мембранная экспрессия СИИХ. Это представлено на втором снимочке. А реакция МРСР была негативной, что мы видим на данном снимке. Контрольных обследований в рамках узи органа пришло полости, малого таза, вершинного пространства, венежных конечностей, КТ, грудной клетки, брюшной полости, вершинного пространства с внутривенным контрастированием. Данных за рецидив и за прогрессирование не было выявлено, и пациенту было рекомендовано динамическое наблюдение, в связи с чем в течение и после 12 месяцев у данного пациента не было данных за рецидив и за прогрессирование. Поэтому представленные клинические случаи демонстрируют возможность применения органа сохранного химологического подхода у пациентов высокого риска онкологических случаев, когда крайне необходимо сохранение почечной функции, когда, например, есть образование как единственной функционирующей почки или двустороннее опухолевое поражение, как в данном случае. Спасибо за внимание. Спасибо, Дарья Дмитриевна. Интересное наблюдение. Действительно, не каждый день такие больные с синхронным раком почки можно увидеть, чтобы выполнить еще и сохранное лечение. Я, знаете, хотел спросить, а функция почки при последующих наблюдениях через 3-6 месяцев поменялась? Была сохранена, креатинин чуть-чуть снесился, но все равно он был на повышенных уровнях около 150. То есть он не снижался, в норму не вошел. Скорость к бочкофильтрации не смотрели вы, нет? Была около 40, больше ему, в общем, около 40. То есть все равно хроническая болезнь почек, она как бы осталась. Но пациент не находится на гемодиализе, и это очень важно. Скажите, пожалуйста, такая гистология, по результатам которой вы получили крайне агрессивную форму опухоли, она не подтолкнула вас к мысли о том, что, может быть, этому пациенту надо еще и адъювантную терапию провести? На тот момент, да, исследования, к сожалению, не было насчет назначения, например, лекарственной терапии в виде пембролизумаба адъювантной. Но в момент описания этого клинического случая мы, конечно же, об этом задумывались и могли бы предложить это пациенту. Но к тому времени уже прошел достаточно большой срок после операции, и у него уже не было, и это уже нельзя назвать адъювантной терапией. Уже прошел период определенный. У пациента не было ни прогрессирования, ни данных за рецидив, поэтому мы оставили этот случай так, как он и есть. Но сейчас, в данном случае, мы бы назначили пациенту назначили бы пембролизумаб. Ну, это вопрос дискутабельный, назначается ли нет. Ожидается, я знаю, что или на АСКО-ГУ сейчас, или на АСКО-Конгрессе в 2024 году будут объявлены финальные результаты, где будут уже результаты по общей выживаемости в этом исследовании, НОТ-564. Вот. Я надеюсь, что они будут тоже позитивными. Но мое личное мнение, пока не каждому пациенту надо назначать эту терапию адъювантную. Но это не будем сейчас обсуждать. Если позволите, во-первых, есть ли у нас вопросы среди участников? Да, Дмитрий, спасибо большое за доклад, очень интересный. Подскажите, пожалуйста, вы проводили КТ-контроль с контрастом через 3-6 месяцев. Показатели приотенина на этот период, как динамика была? Они снижались до 150. По месту жительства данному пациенту было выполнено КТ-контриль веном контрастировании. То есть он просто предоставлял нам данные этих снимков, и мы смотрели за ним. Да, коллеги, есть вопрос из чата. Да, вопрос, выполнялись ли нефросинтеграфии до операции? И комментарии задают впечатление, что функция правой почки стремилась к нулю. Но на самом деле, по-моему, вы как раз сказали о том, что там был выявлен камень. Да, там был выявлен камень, и помимо этого, по месту жительства первично сморченную почку ему ставили. То есть мы, когда шли на операцию, мы тоже не знали, насколько она функционирует. И когда была литая экстракция, то есть мы увидели активное выделение мочи, и по данным КТ была паранхема толщина 1 см, мы приняли решение о возможности резекции, а не нефрактомии. А при последующих наблюдениях нефросинтеграфию не выполняли? Нет, к сожалению, нефрактомии. Может попробовать посмотреть как раз-таки в будущем? Интересно. Хорошо, обязательно сделаем. Это вопрос, в принципе, возник до озвучивания чата. Как раз именно оценка функции этой почки. То есть, в принципе, если есть подозрение на отсутствие ее функции, обычно мы изначально дренируем, если в данном случае речь идет о камне-мочиточнике, и оцениваем по данным нефросинтеграфии, и, соответственно, исходя из этого, уже определяемся с объемом оперативного вмешательства. В вашем же наблюдении вы решили это делать интероперационно, но в какой-то степени определенный риск. Но, конечно, для всех, для нас интересно сделать нефросинтеграфию, посмотреть, все-таки работает эта почка или нет. Поэтому, если вдруг у вас этот пациент будет в дальнейшем наблюдаться, попробуйте включить в список контрольного обследования нефросинтеграфии. Нам будет очень интересно, если там в следующий раз вы нам представите данные этого пациента. Да, конечно, спасибо большое за комментарий, мы постараемся это сделать. Юрьевич, я думаю, в тот момент выбора другого не было у пациента. У него с другой стороны речь шла про нефальтомию, поэтому сохранять эту почку, конечно, однозначно надо было. Спасибо за ваш случай. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Да, мы переходим к следующему участнику, Долбов Артем Леонидович. Коллеги, меня зовут Долбов Артем Леонидович. Я врач-радиолог и рентгенолог отделения позитронно-эмиссионной томографии Центра имени Гранова Анатолия Михайловича, город Санкт-Петербург. Я рад приветствовать вас на конференции и хотел бы поделиться с вами интересным клиническим наблюдением. При плановом УЗИ органов брюшной полости у молодого пациента 38 лет было выявлено образование правой почки и рекомендовано было провести дообследование в виде компьютерной томографии с надрывенным контрастированием. И пациент, как ответственный, сделал это исследование и нам предоставил данные по этой методике. При анализе компьютерной томографии в нижней трети правой почки выявлена гиперваскулярная опухоль диаметром 4 см, которая активно накапливала йод, содержащий контрастный препарат, в артериальную, венозную фазу и также быстро сбрасывала контрастный препарат в выделительную фазу. Дополнительно у данного пациента в брюшной полости и за брюшином пространстве с обеих сторон, а также в паранефральной клетчатке над опухолью правой почки были обнаружены множественные разнокалиберные гиперваскулярные образования и отсутствовала селезенка. Наибольшее из образований имело размер диаметра 38 мм и располагалось оно в эпигастральной области и кпереди от поперечной ободочной кишки. На представленных компьютерных томограммах мы видим отчетливую локализацию выявленных образований, а также образование самой почки правой и мы можем оценить какой распространенный процесс в брюшной полости и за брюшином пространстве. Было сформировано заключение. КТ-картина объемного образования правой почки, высоко вероятно злокачественное новообразование, множественное объемное образование брюшной полости из-за брюшинного пространства, подозрительные на метастазы. Далее в одном из онкологических стационаров города под УЗИ-контролем была проведена биопсия образования правой почки, где был подтвержден светлоклеточный рак почки. Установлен клинический диагноз злокачественного образования нижней трети правой почки Т1АН0М1 и, учитывая множественный характер образования брюшной полости из-за брюшинного пространства в оперативном лечении, пациенту было отказано и рекомендована лекарственная терапия. Спустя какое-то время пациент обратился в наш центр, где при выяснении анамнеза в связи с отсутствием селезенки, а также наличием послеоперационных рубцов на передней брюшной стенке, был выявлен факт травмы брюшной полости с разрывом селезенки в 2003 году. Клинически был заподозрен сплиноз и было проведено радиологическое исследование с аффект КТ с технифитом, которое позволило нам провести дифференциальную диагностику между аддоминальным карциноматозом и сплинозом. На представленных снимках мы можем отчетливо наблюдать сопоставление КТ данных и данных аффект сканирования. Красными стрелками отмечены очаги сплиноза, которые интенсивно накапливают радиофарм препарат, и мы можем это замечательно видеть на представленных изображениях. В конечном итоге был сформулирован диагноз злокачественного образования правой почки Т1А, М0, М0, Фурмангрейд 2, первая стадия. Множественные узловые образования брюшной полости из-за брюшин на пространстве с обеих сторон, диссиминированный абдоминальный сплиноз. Позже пациенту была выполнена лапароскопическая резекция правой почки и удалено одно из образований, располагавшееся в паронефральной клетчатке над опухолью. При срочном гистологическом исследовании опухолевых элементов в удаленном образовании, которое было в паронефральной клетчатке над опухолью, не обнаружено. При детальном гистологическом исследовании был подтвержден светлоклеточный рак почки Фурмангрейд 1,2 и долька селезенки типичного строения. Таким образом, мы с вами стали свидетелями очень интересного явления, которое называется сплиноз. А именно, мы видели спонтанную имплантацию фрагментов ткани селезенки, которая возникла в результате травматического повреждения капсулы органа и самого органа. Первое упоминание о данном состоянии относится к 1896 году, а термин сплиноз уже был введен несколько позднее. Сплиноз бывает как абдоминальный, так и таракальный. И возникает он, таракальный, чаще всего возникает при сочетанном повреждении грудной клетки и брюшной полости и, соответственно, с разрывом ткани селезенки. Можно также сказать, что селезеночная ткань непривередлива и может имплантироваться в большинство мягких тканей тела организма. При этом средний интервал между травмой и возникновением сплиноза составляет примерно 10 лет. Данное состояние протекает практически всегда бессимптомно и обнаруживается случайно, как и в нашем представленном случае. Говоря о диагностике и дифференциальной диагностике, мы дифференцировали два состояния. Это канцероматоз и сплиноз. При этом традиционные методы визуализации, такие как УЗИ, КТ и МРТ с внутривенно-болевым контрастированием, имеют ограниченное оснащение и не могут дать необходимую информацию о полном объеме. Лучше для диагностики данного состояния подходят методы радионуклеидной визуализации. При этом особое место занимает аффект КТ или синтеграфия с препаратами, с меченными эритроцитами, с препаратом перфотер, а также коллоиды серы на основе технецы. Но предпочтение отдается аффект КТ с меченными эритроцитами, так как до 90% поврежденных эритроцитов, которые возникают в ходе исследования, интенсивно накапливаются селезеночной тканью, что мы видим в виде активного накопления на изображении. И при этом имеется низкий уровень накопления радиотрейсеров в печени, что замечательно видно на приведенных ниже примеров. В левой части экрана аффект исследования синтеграфия с меченными эритроцитами, мы видим очаги гиперфиксации радиофармпрепарата в брюшной полости на фоне печени, при этом в печени накапливается не сильно много радиофармпрепарата. И на правой части экрана мы видим аффект КТ-изображения с коллоидами серы, при этом мы видим накопление как и в печени, так и в селезеночной ткани. На слайде приведен пример внутрикрудного спиноза у пациента после огнестрельного ранения в левую верхнюю часть живота с повреждением левого купола диафрагмы и разрывом селезенки около 30 лет назад. Данный пациент обратился в клинику с жалобами на боль грудной клетки. При обследовании по данным компьютерной томографии обнаружено объемное образование, приезжащее к перикарду, оно отмечено стрелками, и при дальнейшем обследовании на аффект КТ мы видим в проекции данного образования интенсивное накопление радиофармпрепарата, ну и гистологический препарат, который говорит сам за себя. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что данный клинический случай выбивается из привычной картины метастатического рака почки. Но возможность дообследования пациента позволяет избежать ошибок, расширить наш с вами кругозор и принять правильные решения о тактике лечения пациента. А закончить свое выступление я хотел бы замечательной цитатой Жанны Батиста Мольера. Как приятно знать, что ты что-то узнал. Благодарю вас за внимание. Артем Леонидович, спасибо огромное за интересный кейс. На самом деле, действительно, редкая ситуация, редко мы с такой встречаемся, я, например, в своей практике не припомню спленос. И, конечно, для всех коллег, и для молодых, и для опытных, этот кейс очень интересен, конечно, чтобы не ошибиться. Хотя, как мне кажется, если рассматривать первичную ситуацию с опухой почки, то локализация вторичных очагов не очень такая характерная. Вот первое, на что можно обратить внимание в этой ситуации. Ну и вопрос у меня такой. Все-таки, если рассматривать компьютерную томографию, были ли какие-то отличия по накоплению контрастного препарата, по структуре? Обычно наши специалисты по лучевой, они говорят, что вот очаг по своему структуре соответствует первичному. Или все-таки были какие-то отличия? Уважаемый Евгений Владимирович, конечно. Немножко хотел добавить по поводу локализации, типичной и нетипичной. Смущало то, что у данного пациента несколько очагов сплиноза располагались в паранефральной клетчатке справа, то есть над опухолью. Конечно, это вводило в некоторые заблуждения и смущало. И, отвечая на второй вопрос, может ли компьютерная томография, либо магнитно-резонансная томография помочь? Безусловно, если мы рассматриваем светлоклеточный рак почки, как в данном случае, то мы видим при компьютерной томографии гипервоскулярное образование. В данном случае там были участки некроза, которые имели свою характерную картину. При этом опухолевые узлы сплиноза, прошу прощения, узлы сплиноза, имели, как правило, однородную структуру, и не было в них участков некроза. Однако, я думаю, что коллеги перестраховались, и все равно в дифференциальный диагностический ряд надо было бы вносить сплиноз. Потому что такое состояние нетипичное. Даже несмотря на то, что мы привыкли, что опухоль почки такого маленького размера редко дает какие-то метастатические очаги. Мы обычно привыкли, что чем больше опухоль, тем вероятность отдаленных метастазов больше. Так что в этом случае я с вами согласен, что не совсем типично и не совсем похоже на метастатический процесс. Однако, этот кейс, я считаю, нужен для специалистов, для ознакомления, что такие ситуации могут быть в клинической практике, и как с ними можно справиться. То есть, таким образом, мы с вами даем подсказку молодым коллегам о том, что есть радионуклидные методы диагностики, которые, если вы сомневаетесь, что это сплиноз или не сплиноз, вы можете провести исследование, оно доступно. Если есть аффект-сканер или просто стентиграфия, проведите исследование с смеченными ретроцитами, это снимет пелену неизвестности и даст ответы на вопросы. Спасибо большое, Артем Ильич. Действительно, полностью с вами согласен. Хотел у Алексея Сергеевича спросить, были ли у него в практике такие наблюдения? Нет, вы знаете, таких, во-первых, спасибо за доклад, если это интересное наблюдение, таких вот не было, но чаще бывают другие ситуации, когда есть добавочные дольки селезенки, и обычно, я бы тоже хотел обратить внимание наших докторов молодых, что часто бывает такая ситуация, пациенты где-то в регионе соперировали, сделали неофектомию, и затем при наблюдении вдруг находят образование, чаще всего пишут, что где-то в ложе удаленной почки. И вот этот пациент приезжает на консультацию, действительно, у него там иногда одно, иногда два мелких образования, шаровидной формы, начинаешь смотреть на это сначала, думаешь, да, действительно, третья стадия рака почки была, гистологически, это G3, наверное, мог спрогрессировать. Но при оценке КТ снимков, понимаешь, что все-таки они несколько отличаются, отправляешь на консультацию, и уже радиологи опытные чаще всего, они говорят, слушайте, это очень похоже на добавочную дольку селезенки, поэтому давайте-ка мы там еще дообследуем и скажем вам точно. И в большинстве случаев действительно они оказываются правы, и действительно добавочная долька селезенки. Бывали случаи более 10 лет назад, когда иногда даже такие пациентов брали на операцию, удаляли как рецидивное образование, и приходило, что это все добавочные дольки селезенки. Поэтому я бы как раз хотел сказать большое спасибо за то, что вы сегодня в своем сообщении проинформировали молодых коллег о том, что есть такой дополнительный метод, который позволяет неинвазивно закончить эту историю и правильно полечить наших пациентов. Олег, разрешите добавить вам комментарий по поводу добавочной селезенки. Это один из дифференциальных моментов, который стоит включать в диффриат. Если мы говорим о сплинозе, то сплиноз – это, грубо говоря, ближковидное образование, которое там, где прилипло, там и растет. И своей сосудистой, как добавочная селезенка дополнительной артерии, она не имеет. Поэтому оно растет, грубо говоря, как очаг эндометриоза, такой вот опутывает все. И таким образом можно провести дифференциальную диагностику с помощью КТ. А также типичная локализация – это левое подреберье. Есть атипичное расположение селезенки интра в пласти поджелудочной железы. Бывает расположение в области малого таза. Но, конечно же, надо все это учитывать при анализе всех этих изображений и помнить об этом в своей клинической практике, что да, действительно есть такие ситуации, когда вот надо понять, что это. Ну вот один из методов, вот, пожалуйста, Аффект КТ. Также могу вам предложить еще из ПЭТ КТ-визуализации. Это, например, исследование с Галли-Дота-Т. Этот препарат тоже применяется для нейроэндокринной опухоли, но физиологически он накапливается в селезеночной ткани. И мы можем оценить накопление в добавочной селезенке, также в очагах спину. Нурлан Костубикович, пожалуйста, мы видим, что вы уже за рабочим компьютером. Ждем. Благодарю вас. Сейчас переключаю. Перевязка правопочечной вены во время нефректонии слева с турбоктомией из нижней пола вены. Единственным эффективным методом лечения больных раком почки с опухолем вази в сосуды является нефректомия с удалением нижней пола вены, почечной вены. При массивных тромбах, циркулярно опрастающих нижнюю полу вену, радикальное удаление опухоли требует сегментарная резекция нижней пола вены, чаще всего в переринальном отделе. Очень актуальным вопросом реконструкции венозного русла после резекционного этапа у пациентов, которые подвергнуты циркулярной резекции переринального сегмента нижней пола вены, является восстановление венозного оттока по контрлатеральной вене. Наиболее очевидным решением данной проблемы является протезирование сосудистого русла. То есть протез будет между культей пересеченной почечной вены и культей пересеченной нижней полой вены. Наличие коллатералей, которые впадают в левую почечную вену, является предпосылкой для отказа от протезирования и дают основание рассчитывать на сохранение венозного оттока от левой почки даже при перевязке почечной вены. Однако при раке левой почки данная ситуация неприменима, так как коллатерали от правой почечной вены не в состоянии обеспечить адекватный отток. В нашей клинике имеется достаточный опыт проведения таких операций, при котором проводятся циркулярные резекции нижней полой вены с перевязкой левой почечной вены. При этом данные о перевязке правой почечной вены в литературе крайне скудны. Теперь позвольте представить вам сам, непосредственно сам клинический случай. Пациентка 63-х лет, которая обратилась к нам после выявления рака левой почки с опхолевым тромбозом нижней полой вены. Диагноз выставлен следующий, то есть основное заболевание – рак левой почки, опхолевой тромбоз левой, правой почечных вен, нижней полой вены до диафрагмы, ретроградный кровяной тромбоз нижней полой вены до конфлюенса воздушных вен, также тромбоз левой гонадной вены и левой надпочечной крови вены. На данном слайде хотел показать вариант впадения гонадной вены в норме, вот схематичное изображение, и впадение правой гонадной вены конкретно у данной больной. То есть в нашем случае правая гонадная вена, она впадает непосредственно в правую почечную вену. Мы, конечно, посмотрели данные в литературе, такое случается приблизительно в 3% случаев. Вот снимки данной больной перед операцией, то есть мы видим непосредственно опхоль почки, тромбоз правой почечной вены, вот здесь про тромбоз левой гонадной вены. И самый важный момент, на который мы хотели бы обратить внимание, это вот правая гонадная вена, которая впадает в правую почечную вену. На этих сериях снимков видны все структуры, которые нас интересуют. Вот правая почечная вена, в которую впадает правая гонадная вена, яичниковая верхушка тромба. На данных слайдах она показана вот досюда. На следующих снимках верхушкой тромба нижней полой вены являются печёночные вены. В ноябре 2023 года больной выполнена следующая операция. Нефродренал эктомия слева, стромбоктомия нижней полой вены, циркулярная резекция нижней полой вены от уровня конфлюенса до печёночных вен, циркулярная резекция правой почечной вены и резекция матки с аднексектомией слева и удалением левой гонадной вены. Загрушена лифоднектомия. Интраоперационно, как и было до операции, выявлено следующее. Отток от правой почки происходит по гонадной вене. Отток от правой почечной вены отходит сначала по дистальной части правой почечной вены, далее по правой яичниковой вены, а идет к яичкам и далее в матку. Мы консультировались с гинекологами, так как у больной была тромбирована также левая гонадная вена. С учетом данного оттока, кровяного русла, венозного оттока, было решено удалить, соответственно, основной частью операции было удаление почки с надпочником, также тромба из нижней полой вены. Было удалено и удалено также левая гонадная вена. Была резерцирована часть, была резерцирована матка. Матка была, часть матки была сохранена для того, чтобы обеспечить адекватный отток от сохраненной почки. Финальный результат, то есть схематично изображено, к сожалению, на момент операции нам не удалось снять фото, видео, материалы. Схематично выглядит следующим образом, то есть почка и отток от почки идет по гонадной вене. Дальнейшие течения в раннем послеоперационном периоде следующие, то есть через интероперационно, а также и через 4 часа было проведено ультразвуковое исследование на предмет адекватности кровотока в оставшейся единственной правой почке. Через 4 часа прослеживается венозный и артериальный кровоток. Скорость кровотока была снижена до 20 сантиметров в секунду. В дальнейшем, на третьи сутки после операции, скорость артериального кровотока была восстановлена. Гистологическое заключение представлено на данном слайде. То есть почечный клеточный рак ситвоклеточный G2, края резекции R0. По поводу тромба из левой гонадной вены, там оказалось также ретроградный тромбоз данного сосуда. Тромб ниже почечных сосудов оказался геморрагическим тромбом. И в матке узел, который был удален, это был миоматозный узел. На 16 сутки после операции пациентка в удовлетворительном состоянии выписана домой. При этом скорость клубочковой фильтрации при выписке составила 38 мл в минуту. То есть в динамике мы можем проследить, что перед операцией скорость клубочковой фильтрации составляла 30 мл в минуту. Максимальный уровень креатинина, то есть минимальная скорость клубочковой фильтрации наблюдалась на вторые сутки после операции и составляла 14 мл. Перед выпиской функционально она была полностью восстановлена. В литературе в Пабмеде и в отечественной литературе мы искали, и мы нашли всего лишь один случай подобной перевязки правой почечной вены. Случай описан в 1975 году, то есть в данном случае у здорового 20-летнего парня в результате огнестрельного ранения была повреждена правая почечная вена. В дальнейшем интероперационно было решено перевязать данную почечную вену, и в дальнейшем авторы отмечают о том, что функционально было абсолютно сохранено, которое подтверждалось рейнографией. По осложнениям также данный метод в конкретном случае был абсолютно безопасным. В заключении мы можем сказать, что при определенных случаях, то есть в данном случае при аномалии впадения ганадной вены в правую почечную вену, она сыграла для конкретной больной решающую роль. То есть не будь такого аномального оттока в крови из почки, то ситуация могла быть другой. Было бы либо протезирование, либо удаление с переводом больную в ренопрыб. А в данном случае привязка, она была безопасна с сохранением почечной функции абсолютно. Благодарю за внимание. На данном слайде мы отобразили то, что два случая, которые описаны нами, и которые были описаны в литературе. То есть нами был описан случай, в котором женщина, болеющая раком почки, с тромбозом, с соматическо-отягощенными сопутствующими заболеваниями, у нее перевязка почечной вены прошла совершенно без осложнений и функционально переносима. Конечно же, мы никак не можем ее сравнивать с тем парнем, который был описан в литературе, но результат у них одинаковый. То есть почечная функция, она сохранена. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Действительно интересное наблюдение. Иногда вот такие сосудистые переверзии позволяют нам делать эксклюзивные операции. Я вот пока вы докладывали, тоже вспоминал. Иногда идешь на операцию, вроде неофректомия. Но как от снимки посмотришь, три вены, четыре артерии. Все вот так закручено. И начинаешь вспоминать, да. Действительно интересно. Но чаще, конечно, мы пересекаем левую вену, если уж так говорить. Правую действительно редкая. И это интересный случай. Спасибо вам. И удивительно, что так быстро почка восстановила свою функцию. Буквально, я так понял, с третьего-четвертого дня она стала восстанавливать обратно скорость к убору в кофильтрации. И улучшать в два раза, я так понимаю. А сейчас пациент тоже хотел спросить. В отношении адюантной терапии, я так понял, что тоже не получал ничего, да? Адюантную терапию не получают, потому что операция, она проведена радикально. Операция резекции чистая. В отношении почечной функции, можем сказать, что у нее не восстановилось, а у нее, вероятно, так и было. Потому что нижняя половина, она длительное время была тромбирована укулем тромбом. Почка была уже адаптирована к дооперации, к такому венозному оттоку. В связи с чем, никакого негативного воздействия перевязка правой почной вены к этой почке не имела. Да, очевидно. Спасибо. Тогда давайте двигаться дальше. У нас еще три случая. Следующее наблюдение представит Диана Тимуровна. Это сочетание двух онкологических заболеваний и достаточно интересного варианта лечения, длительного лечения такого пациента. Слушаем вас внимательно. Уважаемые эксперты, уважаемые участники конференции, хочу представить вашему вниманию клинические случаи первичных множественных синхронных новообразований почки и поджелудочной железы. Пациент 77 лет в 2010 году перенес гастропанкреатодоаденальную резекцию или восстороннюю нефректомию по поводу дуктальной аденокарциномы поджелудочной железы и светлоклеточной карциномы почки. В дальнейшем пациент получал 12 циклов адъювантной полихимиотерапии по схеме эмфолференокс с целью радикации микрометастазов рака поджелудочной железы. Учитывая локализованный характер рака почки, а также радикальное хирургическое лечение, адъювантная системная терапия не таргетными, не иммунопрепаратами показана не была. В дальнейшем пациент динамически наблюдался без признаков рецидива и прогрессирования в течение 5 лет. Через 5 лет в декабре 2015 года по данным компьютерной томографии выявлено прогрессирование, метастатическое поражение внутригрудных лимфатических узлов, а также легких. Выполнена видеоторакоскопия, биопсия внутригрудных лимфатических узлов. По результатам генетологического исследования выявлены метастазы рака почки. Пациент назначен сунитениб, который он получал в течение года с эффектом в виде полного регресса. Препарат был отменен. Через 3 месяца по данным ПЭТ-КТ выявлено инфильтративное новообразование грудной стенки справа. Выполнена биопсия данного новообразования. Выполнено гистологическое исследование биоптаты. Это оказалось метастазом светлоклеточного рака почки. Пациенту выполнена реинтродукция сунитениба. На тот момент исследований, показывающих доказательно, что эта тактика возможна не была, в 2023 году опубликована исследование, которое показывает, что подобная тактика отмены временной после 24 недель терапии таргетными препаратами сунитенибом или пазопонибом возможно, потому что не влияет на показатели выживаемости. В январе 2018 года выполнено ПЭТ-КТ по поводу, чтобы оно было внеочередным. Выполнено было ввиду выраженного болевого синдрома в грудной клетке, обнаружено образование в мягких тканях грудной стенки, а также метаболически активные внутригрудные лимфатические узлы. В результате выраженный гиперметаболизм радиофарм препарата пациент обратился в медицин-онкологию имени Петрова с результатами ПЭТ-КТ. Ему было выполнено КТ органов грудной клетки ввиду лучшей локализации анатомических структур, выявлены также множественные сублевральные очаги в правом легком, они были без динамики с 2017 года, размеры внутригрудных лимфатических узлов были в норме и без динамики, а также метастазы в правую стенку грудной клетки. В медицин-онкологии имени Петрова проходила и проходит научно-исследовательская работа, посвященная регионарной химиоперфузии легкого при метастатических злокачественных новообразованиях. Применяются различные химиопрепараты в случае рака почки. В нескольких наблюдениях была применена регионарная химиоперфузия мелфолана. Наиболее обширное исследование, посвященное данному вопросу, выполнено на 8 случаях. При раке почки использовалась химиоперфузия мелфолана. Выживаемость пятилетняя составила от 37 до 59%. В целом же полная метастазоктомия удаления всех очагов повышает общую выживаемость. Правда, доказано это на олигометастатическом характере заболеваний. Мы удаляем, конечно, гораздо большее количество очагов. Также у отобранных пациентов с диссиминированным почечноклеточным раком и симптомным течением метастатического процесса возможно удаление метастазов с палеотивной целью. У нас исследовано 7 пациентов, которым проводилась регионарная химиоперфузия. 5 из них достигли пятилетней выживаемости и перешагнули за нее. Двое пациентов были потеряны из-под динамического наблюдения. Связь с ними утеряна, поэтому достоверно мы не знаем, что с ними происходило после нашего оперативного вмешательства. В февраль 2018 года выполнен блок резекции ребер с пластикой грудной стенки. Торокотомия справа. Сделано биопсия новообразования. Выявлено метастатическое поражение почечноклеточным раком. Выполнена метастаз эктомии с правого легкого и изолированная нормотермическая химиоперфузия с дальнейшей лимфодисекцией. На слайде представлены интероперационные изображения с канюлированными легочной артерией и легочной веной, а также аппарат для химиоперфузии. Плановое гистологическое исследование подтвердило метастаз почечноклеточного стоклеточного рака в мягкие ткани грудной стенки, в легкие, а исследованные лимфатические узлы были без метастазов. Далее в апреле было выполнено контрольное обследование. Не было признаков прогрессирования, но уже в мае при госпитализации для второго этапа циторедукции, то есть второй стороны метастазоктомии слева, при картировании метастазов по КТ органов грудной клетки сделано свежее КТ и выявлено метастатическое поражение внутригрудных лимфатических узлов. При этом правый гемиторокс был без новых очагов, оперативное лечение ввиду прогрессирования было отменено, и пациенту назначен эверолимус. Эверолимус входил в стандарты терапии диссиминированного почечноклеточного рака, уже существовали исследования и уже входили в стандарты препарата и более эффективные, однако данная опция существовала для метастазического рака почки. На эверолимусе пациент провел 10 месяцев в стабилизации. Затем по компьютерной томографии, выполненной в феврале 2019 года, новые очаги в лимфатических узлах, а также в 8-м ребре слева пациенту назначен неволумап. Пациент получал его с февраля 2019 года по май 2021 года. Отмечалась стабилизация. В мае 2021 года при контрольном обследовании при ПЭТ-КТ с как фтордезоксиглюкозой, так и йодсодержащим контрастом выявлено образование с 6 правого легкого, неизвестной природы, потому как оно могло являться как первичным раком легкого, так и метастазом рака поджелудочной железы, это было не исключено, или метастазом рака почки. В связи с тем, что образование, несмотря на центральное расположение, не имело связи с бронхом и недоступно было для трансторакальной пункции, принято решение первичного исходного оперативного лечения, которое было возможно в объеме анатомической резекции 6-го сегмента. Выполнена анатомическая резекция 6-го сегмента, выполнена фотодинамическая терапия плевральной полости, и мы получили гистологическое заключение. Метастаз высокодифференцированной аденокарциномы верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Изображение данного гистологического исследования представлено справа для сравнения материал почечноклеточной карциномы этого же пациента с предыдущего оперативного вмешательства метастазоктомии. Пациенту по поводу прогрессирования рака поджелудочной железы через 11 лет после первичного лечения назначена полихимиотерапия по схеме ГЕМКАП. Терапию неволумабом с учетом ее длительности и отсутствия признаков прогрессирования принято решение не возобновлять. Также дискутабельный вопрос продолжать или прекращать терапию нашла одно исследование 14 пациентов, которым не в связи с прогрессированием отменялось лечение, показывающее, что требуется дальнейшее исследование данного вопроса можно или нельзя отменять при длительном лечении. Но, тем не менее, доказательной базы к такому варианту тактики нет. Впрочем, это остается вопросом. Здесь представлен весь ход лечения нашего пациента. Пациент сейчас не получает поддерживающей терапии, он жив, он находится в состоянии стабилизации, он регулярно делится с нами результатами контрольных обследований. На данный момент его длительность выживаемости составила уже 159 месяцев. Однако открытым остается вопрос об опциях терапии дальнейшего прогрессирования. В случае прогрессирования рака почки у нас имеются варианты тактики. В случае прогрессирования рака поджелудочной железы потребуется дообследование. Но также имеются варианты тактики. В случае одновременного прогрессирования это является крайне нетривиальной задачей, ввиду того, что подходы к терапии данного заболевания абсолютно разные. Обнаружила исследование, в котором изучалось режим эмфолфиринокс, который он получал изначально 11 лет назад, и он у него в целом хорошо сработал с учетом того, что 11 лет заболевание не прогрессировало, препарат изучался с неволумабом по отношению к диссеминированному раку поджелудочной железы. Что примечательно в данном исследовании, естественно, нет исследований, посвященных первичным множественным заболеваниям двух различных локализаций, однако важно, что кумулятивной токсичности, увеличение частоты токсических реакций не наблюдалось. Соответственно, в целом, если мы получим такую нетривиальную задачу, как одновременное прогрессирование обоих заболеваний, мы сможем, наверное, воспользоваться этим режимом. При ограниченном прогрессировании у нас остается возможность у локальных методов лечения, ну и в целом, учитывая первично множественный синхронный характер заболеваний, каждое прогрессирование требует своей морфологической верификации. Мы никогда не знаем, что прогрессирует на данный момент. Комплексный мультимодальный подход, оригинальные подходы к лечению, в том числе применение региональной химиоперфузии, позволило достичь уже 13 лет выживаемости пациента с двумя диссеминированными злокачественными новообразованиями, а также сохранить качество жизни. Спасибо за внимание. Да, спасибо огромное за интересное наблюдение. Конечно, уникальный пациент, уникальная, скажем так, этапность лечения. В данном случае несколько этапов проведено и по лечению рака почки, и рака поджелудочной железы. Вопрос по поводу химиоперфузии лёгких. Всё-таки что показывает ваш опыт? Какие всё-таки варианты метастатического поражения лёгких, они лучше поддаются такому варианту лечения? Данная тактика лечения хорошо работает и показывает лучшие результаты для сарком и для рака желудочно-кишечного тракта. Для рака почки имеются более выгодные варианты системного лечения. Кроме того, имеется достаточно выраженная химиорезистентность этого заболевания и имеется относительно небольшое количество наблюдений, которое не позволяет нам сказать, что... и утверждать, что эта тактика лечения может быть какой-то стандартной, скажем так. Это уникальные наблюдения. Все семь человек имели сложные подходы к лечению, а в целом эти вмешательства чаще всего проводятся при остеогенных саркомах, при саркомах других гистологических типов и при раке кишки. Это колоректальный рак, это рак при макишке. Спасибо большое. Еще один вопрос, касаемый последнего метастаза, где было выявлено подозрение на орденокарциному поджелудочную. Иммуногистохимическое исследование выполнялось при последней операции или нет? Да, иммуногистохимическое исследование. К сожалению, я не могу сейчас вам представить его результаты. Взяла окраску только гематоксиринозином, но иммуногистохимическое исследование выполнялось. Да, конечно, ТТФ негативно. Спасибо огромное за интересный кейс. Коллеги, если есть у кого-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Если позволите, прокомментировать хотел. Действительно интересный кейс. Часто нам приходится дифференцировать различные виды прогрессии у больных с множественными образованиями. И здесь спрогрессировал и рак почки, и потом, соответственно, рак поджелудочной железы. Меня, конечно, поразило вот это стремление удалить все метастазы, 17 из легкого. Я уже думал, чем же закончится эта история, но она закончилась у вас совершенно потрясающе, позитивно. Я хотел обратить внимание, коллеги, знаете, мы сейчас в последнее время, наверное, реже используем метастазоктомии и чаще используем их для того, чтобы убрать резидуальные очаги после эффективной лекарственной терапии, потому что у нас в арсенале наконец появились более эффективные опции, чем раньше, в эру таргетных препаратов. Но вот в этом клиническом случае как раз-таки все начиналось с сунетиниба, который в течение года дал полный ответ, и затем пациента оставили под наблюдение. Помните, вот этот прекрасный полный ответ, которого все желают достичь. Я на сунетинибе не видел полных ответов, но говорят, что бывает. Здесь тоже был, и насколько я помню, буквально через 3 месяца после отмены таргетной терапии мы уже увидели прогрессию пациента с полным ответом. Это как раз вот та дискуссия, которая постоянно между нами, онкорологами и химиотерапевтами ведется, что полный ответ, мне всегда химиотерапевты говорят, это полное излечение. Я говорю, да ну что вы, у меня такого опыта пока нету. Все те больные, у кого были полные ответы, при отмене терапии прогрессируют, к сожалению. И вот это один из примеров, которые на таргетной терапии все равно прогрессируют. Этих больных нельзя оставлять без терапии. Желательно, чтобы они продолжали. Если, конечно, есть какие-то, скажем так, нежелательные явления, плохая переносимость лечения, тогда можно говорить с пациентом о временной отмене, но надо обсуждать риски прогрессии. А второе, мне, конечно, поразило, последующее назначение сунетинибе тоже было эффективным, но короткий промежуток, насколько я помню, там месяцев 7, что-то такое. И поразило, что пациент потом после метасцедоктомии опять ответил. И лучше всего он ответил на иммунотерапию, что говорит как раз о том, что у этого больного, видимо, этот вариант лечения, наверное, будет в приоритете, если он спрогрессирует. Хороший ответ больше двух лет, насколько я помню. Поэтому поздравляю, действительно, хорошее наблюдение, показывающее необходимость такого тщательного скрупулезного подхода в диагностике, что же прогрессировало и в правильном назначении терапии. Поздравляем, хорошее наблюдение. Спасибо. Коллеги, я предлагаю двигаться дальше. У нас еще два доклада. Следующий доклад делает Абдрахимов Эмиль Феоритович. Метастаз почвенно-клеточного рака в яичко. Пожалуйста. Разрешите представить вашему вниманию наши клинические случаи метастаза почвенно-клеточного рака в яичко и проведение вообще в целом пациентам, которые индуктивны в хирургии, метастатического почвенно-клеточного рака. Пациент 57 лет за несколько месяцев до обращения к врачам обратил внимание, что появилось уплотнение в левой яичке. И в мае 2022 года проведено ультразвуковое исследование, выявлено образование до 3 сантиметров. Дополнительно по месту жительства проведено обследование магнитно-резонансной томографии брюшной полости. Выявлено образование левой почки более 11 сантиметров с наличием опухоли у тромба в почечной вене. Опухоль правого накучника более 7 сантиметров. ОКТ легких. Все определялись множественно. Чаговое образование в обоих легких. И стоит отметить, что онкомаркеры рака яичко имели нормальные показатели. Таким образом выглядели снимки у пациента, когда он пришел к нам на консультацию. И пациенту проведен онкологический консилиум. И было принято решение по хирургическому лечению с лечебно-диагностической целью. Проведена 20 мая орфуникулэктамия слева. По результатам гистологии выявлено подозрение на метастаз почечного клеточного рака, который был подтвержден иммунокистохимическим исследованием. Стоит отметить, что в научных изысканиях и в научной литературе не так часто метастаз почечного клеточного рака может появляться в яичке. И по данным некоторых АПКОРов, колеблется до 1,6%, другим источникам до 3%. И стоит еще дополнительно отметить, что вторичное поражение яичек негематогенным путем чаще всего развивается у пациентов раком предстательной железы, колоректальным раком, опухолями живуткой и легких. При этом не всегда первичный очаг верифицируется ранее до появления метастаза. Но история немножко о другом. И у нас пациент с метастатическим почечным клеточным раком и, собственно говоря, получив верификацию морфологическую, нам нужно проводить его лекарственное лечение. У этого пациента имелись два фактора риска. Это гиперкальциемия и время установки диагноза и начало лечения менее 1 года. Таким образом, у пациента имелся промежуточный прогноз. Согласно клиническим рекомендациям Российского общества клинических онкологов «Русско-22» у пациента с учетом промежуточного прогноза АМДС назначена терапия. Согласно рекомендациям мы предпочли проведение иммуно-таргетной терапии и 30 июня 2022 года выполнен начало иммуно-таргетной терапии в режиме кавазонтинид-неволума. В процессе лечения у пациента отмечались нежелательные явления артериальная гипертония, которая была оккупирована приемом антигипертонизмных препаратов, и гартонитестинальная токсичность первой-второй степени, проявляющаяся в виде диареи и со снижением массы тела, которая, скажем, приемом препаратов была сколректирована. У пациента проводилась редукция дозы кавазонтинида на фоне нежелательных явлений, и пациент начал переносить терапию несколько легче. В октябре 2022 года проведено контрольное обследование и отмечена частичная регрессия. На слайде вы видите изменения в правом на почечнике образования уменьшилась, опухоль почки, соответственно, тоже уменьшилась, и в легких, к сожалению, изначально картинки у меня нет, но, поверьте на слово, что по данным КТ органов грудной клетки очковые изменения в легких тоже уменьшились в размерах. Пациенту было предложено проведение цитроредуктивной хирургии, от которой он воздержался, и вот по результатам контрольного обследования от сентября 2023 года сохранялась частичная регрессия. С пациентом все было обсуждено в плане дальнейших действий, дальнейшего лечения. Он взял перерыв временно подумать и хотел обсудить это со своими близкими в плане дальнейшей цитроредуктивной хирургии. Несколько слов об исследовании, которое проводится, если не ошибаюсь, с 2020 года, исследование проб, в котором пациентам на первом этапе проводилась лекарственная терапия в течение 12 недель, и пациенты, которые получали эту терапию, достигали частичной регрессии или стабилизации, делились на две группы, которые в одной группе пациента получали дальнейшую лекарственную терапию, другим проводилась хирургия, либо это нефрактомия, либо резекция почки с последующим продолжением лекарственной терапии. Какие возможны такие терапевтические эффекты и преимущества этой терапии АПФРОН? Возможно, иммунотерапия до удаления первичного куколя может винировать более выраженный ответ. И если идет уменьшение первичного очага, и пациенты по статусу ЭКО достаточно удовлетворительные, то можно таких пациентов отбирать на цитроредуктивную хирургию и даже возможность проводить органосохраняющие лечения. Какие же преимущества имеют цитроредуктивная нефрактомия? Первые два пункта, конечно, это больше теоретические показатели о том, что цитроредукция может улучшить результаты системной терапии и возможность спонтанной регрессии метастазов после хирургического удаления. Но что касаемо получения полноценной гистологии, наверное, в нашем случае мы такой цели не преследовали, потому что у нас было достаточно материала и верифицирован метастатический почечный рак. Но в некоторых случаях это позволяет еще цитроредуктивной хирургии убрать, скажем, симптомы заболевания, такие как боль, гематурия. У некоторых пациентов это температура, анемия. И после хирургии у некоторых пациентов симптомы эти уходят, и они чувствуют себя лучше. И, соответственно, лекарственное лечение они могут переносить дальше легче. Но пациент в итоге пришел к нам в ноябре 2023 года, согласился на цитроредукцию и проведена лапароскопическая нейрактомия слева, адреналактомия справа. Вы видите фотографии макропрепаратов, видите, как уменьшилась в размерах опухоль почки, это первичный очаг. И таким на третьей картинке видите, как на разрезе выглядит метастаз надпочечник на макропрепарате. Больной выписан на пятые сутки, без особенностей, так как все же мини-инвазивная хирургия позволяет пациенту быстрее реабилитировать, активизировать, и, соответственно, они быстрее возвращаются к нормальной жизни. И по результатам гистологии мы получили, что в почке отметился выраженный посттерапевтический регресс, в надпочечнике был полный опухолевый регресс, и в двух лимфоузлах ворот почки мы не выявили метастазов, хотя исходно мы не планировали проводить лимфодомитомию, это просто получили информацию по результатам гистологии. Пациенту была продолжена иммунотаргетная терапия в прежнем режиме неволумаб плюс кабазантиниб, но хотелось бы отметить, что неволумаб у этого пациента не прекращался, а кабазантиниб был отменен где-то в 3 недели за неделю до операции и возобновили после операции через 2 недели. И таким образом диагноз у пациента звучит, вы видите, на своих экранах, не буду на этом заставить внимание. Ну и пару слов о выводах, что циторедуктивная хирургия в данном случае возможно позволит улучшить результат лечения. И терапевтические каникулы в ряде случаев позволяют уменьшить выраженность побочных эффектов таргетной терапии у данных пациентов, так как после терапевтических каникул пациенты после перерыва отмечают, что более проще они переносят лекарственное лечение, у них меньше побочных нежелательных явлений, и, соответственно, терапия продолжается в прежнем режиме. Преимуществом также теоретически циторедукцией может являться профилактика осложнения, то, о чем я говорил на предыдущих слайдах. Ну и стоит отметить, что не всегда образования в яичках могут быть первичными, это могут быть и метастазами разных органов и разных облаборизаций, несмотря на то, что яичко является достаточно барьерным органом, это тоже нужно иметь в виду в своей клинической практике. Спасибо за внимание. Спасибо за вас, клинический опыт. Скажите, пожалуйста, я хотел спросить, вот сейчас, в настоящее время, вы в каком проценте начинаете с циторедуктивной нефректомии, а в каком проценте начинаете, наоборот, с лекарственной терапии? И как вы этих пациентов все-таки селектируете? Ну, спасибо большое за вопрос, Алексей Сергеевич. Все, на самом деле, индивидуально, потому что некоторых пациентов мы, ввиду отягощенного анамнеза сопутствующего, мы не можем взять на хирургию. И тогда мы проводим верификацию и отправляем их дальше на лекарственное лечение. Поэтому здесь процентном соотношении, я, наверное, вам не скажу так точно, но преобладает, если мы получаем хорошие лекарственные ответы, то далее мы можем обсуждать проведение циторедуктивной. Я правильно понял, что вы в большинстве случаев начинаете с лекарственной терапии, а потом предлагаете циторедукцию, или нет? Посмотрите, к вам приходят два пациента, одинаковые, промежуточный прогноз, соответственно, там два фактора, почка, опухоль 10 см, есть метастазы в легких и в лимфоузлах средостения, предположим. Одинаковые пациенты. Вот вы начнете у такого пациента с операции по удалению первичной опухоли, или же вы начнете с лекарственной терапией? Обоснуйте, почему так или иначе. Если у пациента есть жизнеугрожающее состояние, этот троп в почечной вене, либо это... Понятно, это вы все обосновали. Я имею в виду других пациентов, где нету жизнеугрожающих, где нет кровотечения, просто стандартная ситуация. Начнем с лекарственной терапии. Все-таки чаще, да? Евгений Иванович, а в вашей клинике вы начинаете с циторедуктивной или с лекарственной терапии? Мы тоже оцениваем риски, но чаще с хирургической циторедукцией выполняем. Ну, наверное, я тоже соглашусь, но пока все-таки чаще с циторедукцией, хотя я для себя, например, сделал такой подход и отбор пациента вычисляю на основании именно два или один фактор. Если у пациента два фактора, я вижу, что у него есть уже признаки опухолевой интоксикации, скажем так, то я начинаю с лекарственной терапии. Если же это стандартный пациент, без каких-то серьезных проблем, есть возможность выполнить ему циторедуктивную быструю операцию, то почему нет? Ваш пациент, в принципе, как раз-таки за пять дней, я так понял, был выписан. Вот. У меня просто есть, я думаю, что Исай Михайлович попох, я не знаю, он там слышит нас или нет за экраном, за камерой, но мне кажется, что Исай Михайлович как раз-таки этих пациентов, как руководитель отделения, в котором работает Эмиль, наверное, отбирает тоже скрупулезно. Кому-то назначают лекарственную терапию, не думаю, что всем подряд. У меня есть такое мнение, что у ряда пациентов надо начинать с лекарственной терапии, это больные с большими опухолями зачастую, и создается впечатление, что у такого пациента с наличием большого опухолевого процесса и небольшими метастазами, например, там, в легких тех же, на лучший ответ в том случае, если мы начинаем с лекарственной терапии, с иммуно-таргетной либо двойной иммунотерапией. Во многом, наверное, за счет того, что у больного с большой опухолевой массой, первичной опухолью, допустим, больше того самого антигена, необходимого для развития иммунного ответа. Но это предположение только, его, конечно, надо доказать. У некоторых больных я тоже буду стремиться к тому, чтобы начать с лекарственной терапией. Вот. В этом случае я еще смотрю, пациента вам надо было поуговаривать. Спустя полтора года он только пришел к хирургии. Главное, еще и ответ гистологический какой приятный был получен. На самом деле, если можно, пожалуйста, опишите. Это тоже в виде клинического случая. Если можно, подайте в журнал к урологии. И вообще, уважаемые коллеги, кто принимает участие и слышит, мы с удовольствием всегда принимаем работы молодых ученых. И это вот как раз-таки возможность первого такого пробы пера, можно сказать. Почему нет? Присылайте с удовольствием, примем тем более такие интересные наблюдения. Полные ответы гистологические все-таки редко встречаются. Если у вас есть такой опыт, пожалуйста, делитесь им. Нам интересно. Спасибо. Как раз к продолжению этой темы, которую только что мы начали, начал последний докладчик, хочу пригласить с докладом лекаря Владимира Юрьевича, который расскажет нам о возможностях неодевантной терапии рака почки. Пожалуйста. Позвольте вам представить доклад. Значит, два клинических наблюдения по неодевантной терапии пациентов с почечноклеточной карциномой. Рак почки – довольно-таки распространенное заболевание, и у 30% первичных больных диагностируются метастазы, отдаленные метастазы. Для пациентов с метастатическим и местно распространенным раком почки существует несколько вариантов лечения. Это системная терапия, таргетная, иммунная и цитуредуктивная нефротомия с неодевантной и одевантной терапией. Позвольте сразу сказать, что в настоящий момент не существует сильно доказательной базы в отношении эффективности неодевантной терапии. Однако на основании уже проведенных исследований можно сделать какие-то выводы. В 2015 году нашими коллегами из Института Герцена, в том числе и Алексею Сергеевичем, был приведен некий литературный обзор, в котором оценивали преимущества неодевантной таргетной терапии, в которую входили и снижение стадии первичного опухоли, уменьшение протяженности опухолевого тромба у пациентов с местно распространенным почечным клеточным раком, что позволяло облегчить оперативное вмешательство. Это за счет снижения стадии первичного опухоли у пациентов с большими билатеральными опухолями позволяло облегчить выполнение резервной инфекции почек. И неодевантная таргетная терапия позволяет быстро начать необходимое лечение пациентам с метастатическим почечным клеточным раком, а также выявить пациентов с первично-рефракторными опухолями. В последние несколько лет исследователи стали все больше обращать внимание и больше интерес к неодевантной иммунотерапии. На основании проведенных исследований можно сказать, что переоперационная терапия неволумабом не ручает безрецидивное выживаемое сравнение иммунотерапии. На сегодняшний день продолжаются 9 крупных исследований по оценке эффективности неодевантной иммунотерапии, которые вы можете видеть на данном слайде. Это 4 исследования по оценке эффективности монотерапии чекпоинт-ингибиторами и 5 исследований по оценке эффективности комбинированной терапии. Было проведено 5 исследований по сравнительной оценке эффективности комбинированной терапии и монотерапии с унитенибом. На основании данных исследований было показано, что комбинированная терапия – это либо 2 чекпоинт-ингибитора, либо 1 чекпоинт-ингибитор, ингибитор тирозинкеназы эффективнее, чем монотерапия с унитенибом в отношении выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости. Что касаемо клинических рекомендаций Европейской ассоциации урологов, то можно отметить, что рекомендуется отсроченная цитроредуктивная нефрактомия после терапии с унитенибом пациентом группы промежуточного прогноза, а также на основании исследований Кармена и Суртин пациентам с метастатическим почвенно-клеточным раком группы промежуточного и плохого прогноза, которым еще не проводилась операция, показана комбинированная терапия с чек-поинги-ингибиторами и служащие достижения положительного ответа можно рассмотреть в выполнении цитроредуктивной нефрактомии. Итак, перейдем к клиническим наблюдениям. Первое клиническое наблюдение – это пациент с 63-х лет, диагноз синхронной опухоли почек, светлоклеточный почечный рак левой почки ПТ3А0М1Ж3 и Р0 и опухоли правой почки СТ1АН0М1. У пациента при компьютерной томографии в июне 2022 года была выявлена крупная опухоль левой почки с метастатическим поражением обоих надпочечников, а также легких и кисты почек. Через месяц пациенты выполняют эмболизацию ветвей левой почечной артерии и в сентябре 2022 года оценивают эффект при компьютерной томографии, по данным которой опухоль не уменьшилась в размерах. Метастазы в надпочечниках остаются. Ну и появился опухоль тромб в проксимальном отделе почечной вены и диагностировали опухоли правой почки. Две опухоли в среднем и верхнем сегменте 18-13 мм. Преососинтеграфии вторичных очаговых изменений в костях не выявлено. И в сентябре 2022 года пациенту мы выполняем биопсию опухоли левой почки. Гистологически мы подтверждаем светлоклеточный почечный клеточный рак второй степени злокачественности. После чего пациенту назначена комбинированная неандематная терапия пембролизумабом и окситенибом. Проводилась она в течение пяти месяцев. И через пять месяцев пациенту мы выполнили контрольную компьютерную томографию. Было отмечено, что опухоль левой почки уменьшилась практически в два раза в размерах. Опухоли в правой почке остаются с такими же размерами. В правой надпочечнике метастаза нет, в легких метастазах нет. И в почечной вене тронг уже не определялся на фоне комбинированной терапии. На основании компьютерной томографии в нашей клинике выполнено 3D-моделирование опухолевого процесса в почках с целью оценки ангиоархитетоники и расположения опухоли. И в апреле 2023 года выполнена циторедуктивная лапароскопическая нефродерадреналоктомия слева с парартальной лимфоденоктомией. На данном слайде вы можете увидеть макропрепарат. Слева – это почка на разрезе, справа – удаленный парартальный лимфатический узел и левый надпочечник с опухолью на разрезе. А гистологическое заключение – светлоклеточный почечный и клеточный рак ПТ3АН0М1Ж3Р0. Пациенту продолжена одевантная терапия, то есть назначена одевантная терапия в том же режиме, что и проводилось, это пембролизумаб и оксетиниб. И при контрольной компьютерной томографии от ноября 2023 года местного рецидива не выявлено, отдаленных метастазов мы не выявили. Учитывая размер и локализацию опухоли правой почки с целью избавления от опухолевого процесса и продления жизни пациенту, мы планируем выполнить лапароскопическую резекцию правой почки с опухоли. Второе клиническое наблюдение – пациент уже более молодой, 47 лет. Это диагноз светло-клеточный рак правой половины подковообразной почки ПТ2Н0М0Ж2. В конце 2019 года при компьютерной томографии у пациента диагностировали опухоль, большую опухоль правой почки, почти 15 см. Она вовлекала лоханку по данному компьютеру томографии, почечную вену и артерию, приезжала к мочеточнику, интимно была связана с нижней полой вены, с аортой, с большой поясничной мыслью, с 12-перстной кишковой и поджелудочной железой. При остеоситографии вторичного поражения костей не было выявлено. Также хотелось бы отметить, что у пациента в конце 2019 года были стентированы коронарные артерии. В связи с ашемической болезнью сердца пациент находился на антиагрегантной терапии. С учетом всего этого мы в январе 2020 года выполнили через кожную биопсию опухоли гистологической. Мы подтвердили светоклеточный почечный клеточный рак Ж2. Пациенту было проведено в дальнейшем два курса неодювантной таргетной терапии с унитенибом 50 мг в сутки. В марте 2020 года через два месяца была оценена терапия неодювантная, выполнена компьютерная томография, отмечено уменьшение размеров опухоли, правой половины подковообразной почки в венах тромба нет, опухоль еще прилежит к нижней полу вене, правой поясничной мышцы, был диагностирован параковальный лимфоузел 11 мм, легких метастазов нет. На основании компьютерной томографии было выполнено 3D-моделирование как до неодювантной терапии, так и после. Наглядно можно увидеть уменьшение размеров опухоли, правой половины подковообразной почки. В апреле 2020 года пациенту у нас в клинике выполнена радикальная геминифрактомия справа, заброшенная лимфоденоктомия, гистологическая, светороклеточная, почечная, клеточная карцинома, Ж2. После операционного периода был проведен один курс одювантной терапии с унитенибом. В дальнейшем проводилась неоднократно компьютерной томографии, сконтрасирование в оргую грудной клетки и брюшной полости, по данным которой рецидивы почечного клеточного рака не было выявлено. Таким образом, проведение неодювантной таргетной комбинированной терапии пациентам с местно распространенным и метастатическим светло-клеточным почечным клеточным раком может позволить уменьшить объем опухоли и опухолевого тромба, что в дальнейшем может создать условия для оперативного лечения. Неодювантная терапия может позволить отсрочить проведение оперативного лечения с пациентом с отягощенным соматическим статусом, однако необходимо дальнейшее проведение исследований по оценке эффективности неодювантной, таргетной, иммунной и комбинированной терапии пациентам с сплоточно-клеточным раком. Спасибо за внимание. Хорошо, Владимир Юрьевич. Я знаком с этими наблюдениями. Тоже достаточно интересные случаи, которые, как в выводах указано, дают нам дополнительные опции в лечении достаточно сложных пациентов с местно распространенным процессом, с отягощенным соматическим статусом и, в принципе, показывают достаточно хороший результат. Причем пациент, который получал таргетную терапию в кончестве неодеванта, это уже прошло почти 4 года после лечения, и пациент жив, и до сих пор нет признаков прогрессирования. А пациенту, который первый, он планируется резекция. В ближайшее время он как раз должен прийти после очередного контроля, для того, чтобы мы, я думаю, закончили какой-то этап определенный его лечения. Спасибо большое. Коллеги, есть вопросы? Да, Георгиевич, у меня есть вопросы. Сначала комментарии, если позволите. Результаты шикарные, но на самом деле во всех этих исследованиях, в том числе рандомизированных по неодевантной таргетной терапии, все-таки было показано, что медианное уменьшение размера первичной опухоли, она очень низкая, всего где-то на 10-11%. Поэтому у вас очень демонстративные клинические случаи, но это все-таки редкость. Чаще всего уменьшение значительно меньше, а уж тем более полное исчезновение метастазов мы так не видим. Поэтому аккуратнее, коллеги, относитесь к результатам. Это не у всех так бывает, поэтому повально, пожалуйста, не назначайте. Хотя здесь действительно был получен хороший ответ. Я понимаю, что во втором случае, просто пока пациент находился на терапии сопутствующих заболеваний, это была опция в плане подстраховки, чтобы он не спрогрессировал. Я думаю, что она была абсолютно обоснована, потому что занял 4 месяца подготовка его. Действительно здорово. Я хотел бы спросить докладчика, а после лапароскопической резекции правой почки у первого пациента, что вы планируете делать? Оставлять на терапии или все-таки будете ее убирать? Алексей Сергеевич, спасибо большое за вопрос. Тут, наверное, речь идет об адемантной терапии почечноклеточного рака. Если мы получим, наверное, гистологический, тот же светлоклеточный почечноклеточный рак, мы знаем, что по клиническим рекомендациям, если мы говорим про адемантное лечение, то, конечно, рекомендован пока что, даже слабая рекомендация, пембролизумаба. Насколько я знаю, что это в последних рекомендациях. Проводить ли мы дальнейшее, дальнейшее комбинированное с чекпоинт-ингибиторами и ингибиторозинкеназы. Сложно ответить, честно скажу. Сложно. Будем помогать вам. Наверное, да. Наверное, продолжим с оценкой эффективности, с выполнением контрольных компьютерных томографий, с контрастированием, учитывая стадию онкологического процесса. Евгений Иванович, как вы планируете? Хороший вопрос тоже, да. Ответа у него, конечно, его нет в рекомендациях, поэтому это чисто опыт и мнение. Ответ хороший получен, да. И сейчас мы получим уже второе контрольное исследование. Это уже будет дважды. Если у пациента при втором тоже будет все чисто, и мы сейчас выполним резекцию, и еще проведем какую-то интероперационную диагностику напочечника, потому что там же изначально описывался метастаз контролутеральный, ну, в двух напочечниках были метастазы, в одном полностью регрессировал. Мы, думаю, что сделаем еще интероперационную трозвуковую исследование по возможности для оценки наличия изменений в этом напочечнике. Наверное, суммируя все эти данные, которые есть, наверное, примем решение о том, продолжать или не продолжать. Ну, сложный вопрос, на самом деле, сложный. Конечно, хочется как бы дать паузу пациенту отдохнуть его от этой терапии, несмотря на то, что, в принципе, он ее достаточно хорошо переносит, ну, все равно, конечно, есть побочные эффекты. Ну, вот, плюс тягоченный статус по сердечно-сосудистой системе. Поэтому я думаю, что в совокупности примем решение, и обязательно, я думаю, что тоже расскажем там в следующий раз при нашей встрече. Я думаю, писать надо, зачем рассказывать. Я пишу, опубликуем обязательно это наблюдение. Ну, если позволите, я хотел прокомментировать тоже. Во-первых, мне кажется, термин неодеватный-одеватный здесь не совсем применим, потому что в первом случае речь идет про лечение больного с наличием сразу метастатического процесса. Если я правильно помню, это метастазы в легких и подозрение на оба надпочечника. И вы получили хороший ответ в виде исчезновения метастазов в легких. Соответственно, в одном надпочечнике уже подтвержденный патмофологический ответ полный, и в почке хороший ответ. Соответственно, одеватом, наверное, неправильно называть. Я бы не называл как неодеватное. Если во втором случае термин неодеватное вполне оправдан, то в первом случае, мне кажется, что неправильно называть последующее лечение деватное. Это просто продолжение лечения больного с метастатическим процессом. Наверное, лучше этот термин поменять. В отношении того, как относиться, ну, это возвращаясь к вопросам полных ответов на фронтерапию. С одной стороны, действительно, вы удалите единственный очаг и проведете диагностику очага в надпочечнике. Соответственно, у пациента изюдальных очагов не будет, поскольку метастазов в легкие полностью, полный регресс. И это тот пациент, который как раз таки с полным ответом. И действительно, если он хорошо переносит, я бы, откровенно говоря, продолжил ему терапию, комбинацией, на которой вы и получили этот полный ответ с полным регрессом метастазов в легких. Если говорить про плохую переносимость или отсутствие препарата, скажем так, финансовую токсичность, наверное, можно говорить с пациентом о том, что в его случае в отсутствии очагов можно попробовать оставаться без лечения, но он должен находиться под тщательным динамическим контролем. Я бы поступил так. В отношении одевантной терапии у пациентов одевантная терапия называется одевантной именно как послеоперационное лечение у больных без метастазов. Поэтому я и говорю, что в этом случае, в первом, наверное, неправильно говорить и употреблять такой термин, как одевантная терапия у больного нестатического арка. Просто иммуно-таргетная терапия первой линии, фактически. Я думаю, так корректно. Вы согласны, Евгений? Ну, тут я согласен, конечно, Алексей Сергеевич, но с учетом того, что двухсторонний процесс после первого... Если в самом начале я с вами согласен, что неодевантный мы... Можно и не называть, хотя интересно результат, который был получен. А во второй ситуации уже метастазов нет. Во второй правильно. Да-да, я просто не без претензий, просто молодой ученый. Ну, да, да, вопрос триминологии. Ну, в принципе, да, конечно, конечно. Интересное наблюдение, и я думаю, что мы обязательно еще его представим для того, чтобы оценить. Потому что не всегда такие ответы бывают. Ну, вот уже во время нашего тумор-борда второе наблюдение, где на иммуно-таргетной терапии мы видим такие потрясающие ответы, как в отношении первичного опухоли, так и в отношении метастазов. И в обоих случаях были метастазы на почечниках. У меня, конечно, вопрос. Вот у вашего пациента со второй стороны там маленький размер очага. Может быть, все-таки попытаться или биопсию сделать операционную, понять, может быть, там аденома, а не метастаз. И то же самое с другой стороны. А был ли мальчик? Может быть, там двусторонние были аденомы, или там милы, липомы, или еще какие-то варианты о доброкачественных образовании. Сложно сказать, конечно. И потому что не было биопсии до. Ну, и в этом не было необходимости, естественно. У пациента с наличием метастазов в легких, конечно, никто не будет биопсировать каждый из очагов. Но, тем не менее, повод задуматься. Если вдруг действительно у него там не метастаз был, тогда и на почечниках ставить можно и удалять. А то адренопривное состояние так себе, конечно, к качеству жизни у пациентов. И я хотел спросить и обратить внимание, коллеги, вот здесь два случая. В первом случае, в случае метастазического рака, я, честно говоря, не услышал, какой прогноз был у пациента. Вы не акцентировали внимание. Промежуточный. Ну, просто в будущем. Описание клинкейсов обязательно, не забывайте, пожалуйста. Извините, там по АМДС, то есть один фактор, уровень гомоглобина был ниже нижней границы нормы. А не один, а два, потому что он у вас метастатический. Метастатический, да. По фактору, да. Но, тем не менее, не забывайте. Мы с удовольствием примем тоже публикацию. Пожалуйста, если есть возможность, напишите. Клинкейс, журнал «Ок урология». Да, я думаю, и другие журналы тоже с удовольствием примут. Интересные наблюдения. Их нужно собирать и анализировать. Кто же эти люди, которых мы можем достигать таких хороших, полных регрессий. Я предлагаю всегда объединять усилия и потом общую публикацию какую-то написать. Это было бы здорово. Ну что ж, коллеги, есть вопросы еще или нет? Ну, я тогда предлагаю завершать наше мероприятие. Хотел бы сказать огромное спасибо всем участникам, тем, кто присылал свои клинические наблюдения, тем, кто удостоился сегодня чести с нами вместе обсудить эти клинические наблюдения. Пожалуйста, присылайте еще. Мы с удовольствием будем использовать их не только в рамках тумор-бордов, но и, в общем-то, есть идея привлекать молодых ученых, в том числе для мероприятий, которые идут в течение года. Поэтому, пожалуйста, те, кого не удостоили сегодня чести участвовать онлайн, пытайтесь и присылайте. Мы с удовольствием будем ставить. Я думаю, что мы еще используем те наблюдения, которые сегодня не были озвучены. Хотел спасибо сказать Евгению Валерьевичу за его время, возможность поддержать наше мероприятие, ну и всем тем, кто нас слушает, читает. Я знаю, что большое количество всегда смотрят и потом онлайн пересматривают эти мероприятия, в том числе я. Потому что эти мероприятия порой гораздо более интересны за счет того, что здесь личный опыт и интересные случаи, которые не каждый день видишь. Я вот спленоза в жизни не видел, сегодня с большим удовольствием посмотрел. Тебе буду знать, что такое за орден селезенка опасный. Спасибо всем большое, Евгений Валерьевич. Алексей Сергеевич, спасибо огромное. На самом деле я тоже в очередной раз с большим удовольствием поучаствовал в тюмерборде, потому что действительно мы сегодня увидели уникальные случаи. Если Алексей Сергеевич поразил случай с спленозом, мне очень понравился кейс, где была решена проблема лимфорей. Очень интересное тоже наблюдение, очень уникальный опыт. Поэтому я полностью соглашусь с Алексеем Сергеевичем, что казалось бы, такое вот собрание для молодых, а случай абсолютно уникальный и заслуживает опыта хирургов с большим опытом. Поэтому еще раз хотел всем сказать огромное спасибо. Пожелать тем, кто сегодня нас смотрит, но не попал на трансляцию, тоже пожелать удачи в следующем году, искать эти наблюдения, предоставлять эти наблюдения и поблагодарить всех людей, которые нам помогали, техническую службу и организаторов Российского общества онкорологов за помощь в организации данного мероприятия. Спасибо всем огромное. Спасибо, коллеги, и до будущих встреч. Присоединяйтесь на следующие тумор-борды, которые будут уже в ближайшее время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok